Всем привет! Как вернуть сексуальную близость в отношения? Вы знаете, шаг первый — это вернуть о себе сексуальное желание. Для того, чтобы у вас было сексуальное желание, вам нужно сначала поработать над собой. Вот тот, для кого важен и актуален этот вопрос, потому что задала мне этот вопрос девушка, буду как-то больше склоняться на женском примере. А вообще этот вопрос актуален абсолютно для любого, кто в паре начинает об этом заботиться, и этот вопрос волнует. Поэтому важно сначала вернуть сексуальное желание себе. Мы начинаем сначала работать над своим расслаблением, мы начинаем возвращать себе сексуальность, мы начинаем возвращать желание эротики, то есть вот такого, то есть включать эротическое либидо, включать сексуальность внутри себя, начинаем себя возбуждать и пробуждать к сексуальной близости. Потому что, вы знаете, как женщина, которая внутри фонит, она заряжена сексом, она желает секса, она вся вот такая наполнена сексуальностью, она вот просто собой, своим состоянием, триггерит своего партнёра, и твой партнёр, он не может пройти мимо, потому что у мужчины всё-таки желание сексуальной близости, это идёт один из важных доминирующих инстинктов. Если у нас, например, доминирующий инстинкт, это всё-таки безопасность, если нам не безопасно, нам никакой близости не хочется. А у мужчины, несмотря на то, что в мире происходит, бывает, чем больше стресса, мужчина, наоборот, либидо начинает ещё больше шарашить, потому что включается инстинкт размножения, так, типа, всё умрём, всё, катастрофа, жить закончилось, надо быстро размножиться, быстро размножить себя, чтобы на этой земле ещё остались частички меня, и там бегали по земле. У них это инстинкт, поэтому включить у мужчины инстинкт намного проще, чем, например, у женщины сексуальное желание. Поэтому сначала мы работаем с собой, нам важно включить внутри себя сексуальное желание, мы должны хотеть сексуальной близости, мы должны желать близости, мы должны включаться на сексуальность и внутри себя простраивать эти алгоритмы. Что можно сделать? Вы можете начать писать дневник, есть такая очень шикарная практика, когда вы заводите дневники, начинаете описывать свои сексуальные желания, свои сексуальные фантазии. Вы знаете, очень часто у нас есть такие желания и фантазии, которые мы не хотим реализовывать в жизни, но они в голове есть, и они нас возбуждают, они нас привлекают, нам это нравится, нас это притягивает. Вот это как раз те желания, которым можно дать пространство через выписать их дневник. Вы их описываете, расписываете, то есть начинайте пробуждать вот эту эротическую часть мозга, которая, вот пусть она начнёт фантазировать, пусть она начнёт запускаться, включать воображение. Вы можете использовать себя там, как главную героиню, вы можете вообще просто придумать себе главную героиню, описывать эти истории, рассказы писать. А это очень прокачивает внутри и включает сексуальность. Потом забота о теле, о расслаблении тела. Когда мы используем все подручные средства, всё, что нас окружает. Например, мы идём в душ, можно просто быстренько там принять душ и выйти, а важно нет. Когда мы идём в душ, мы становимся под душем, и вот так вот тотально расслабляемся, и представляем, как вода смывает с нас всё напряжение, как вода нас очищает. И мы начинаем чувствовать, то есть мы начинаем чувствовать. Можно взять душ в руку и прямо начинать включать всё тело. То есть мы, например, лился душ там, да, на голову. Мы чувствуем, как это ощущение, вот такой тёплой, горячей воды, как я его чувствую на голове. Потом, например, я начинаю вот так вот душем играть по телу. То есть, что я чувствую, когда я душем вожу вот струями воды по руке, как ощущает себя моя кожа руки. Потом мы начинаем дальше, то есть там грудная клетка, там правая грудь, левая грудь, спина и животик. И мы начинаем вот так вот по телу играться, включать ощущения и начинать вот получать удовольствие от ощущений. Также мы можем включать, добавлять разные какие-то средства. Например, подруги, то есть брать, например, какой-то пёрышкой или какой-то там пушочек какой-то мягенькой и вот проводить вот по телу, даже элементарно вот одной рукой, под другой руке проводить и включать телесные ощущения. Нам важно учить себя расслабляться, расслаблять своё тело и включать это состояние в теле, то есть пробуждать тело и выравнивать вот это состояние. Поэтому расслабляемся, пробуждаемся, включаем себя вот ещё телесно, то есть разрешаем испытывать состояние удовольствия, наслаждения в теле. Также у меня есть практика телесная на канале. Можете поискать на канале или напишите под видео. Я добавлю вам, как разблокировать крестец. То есть важно тоже разблокировать, поработать с крестцом, потому что это зона, где очень много нервных окончаний. Если там начинается стадия такого вот замирания, то есть тело наше начинает от такого сидячего образа жизни, стоячего, то есть крестец забивается, перестают работать нервные окончания. То есть даже нервные окончания, удовольствие, наслаждение, она вот как-то, вот знаете, слабовато начинает работать иногда, потому что забитый крестец. В крестце находится огромное количество фасций, и эти фасции, когда забиваются от нашей жизни, то есть становятся жёсткие, такие неактивные, то эта зона тоже начинает пережиматься. Нервные окончания, мы теряем чувствительность, А это тоже очень вредно и приводит не к тем результатам. Мы всеми способами начинаем пробуждать себя. Ещё одна шикарная техника — это поиск эротических фотографий. То есть мы находим красивые эротические фотографии, может быть, какие-то позы, красивые обнажённые тела, вот те, которые нам нравятся. Может быть, в этих фотографиях могут быть и какие-то такие сценарии, какие-то эмоции, какое-то переживание, какое-то чувство. Вот сохраняем в себе эти фотографии, вот смотрим на них, вот добавляем, накапливаем вот это вот состояние. То есть мы включаем себя, мы мечтаем про секс, мы думаем про секс. И в пространстве с нашим партнёром, с которым мы хотим вернуть близость, мы находимся больше и чаще вот в таком состоянии, когда мы включены, когда внутри нас фантазии, когда внутри нас есть жизнь, есть возбуждение, есть сексуальность. А уже потом мы начинаем играть, мы начинаем включать в партнёра, то есть мы начинаем делать что? Мы начинаем флиртовать, мы начинаем заигрывать, начинаем улыбаться просто так. Мы иногда смотрим вот таким влюблённым взглядом и рассматриваем партнёра. Вот знаете, такой зачарованный, лёгкий, расслабленный взгляд, когда мы смотрим на человека и вот такие вообще зачарованные, зачарованные, чтобы, знаете, как иногда партнёр может от непривычки даже спросить, что случилось, что с тобой? Ну, так же отвечайте, ничего, я просто любуюсь. Вот включайте, проявляется симпатию, и так же начинайте расслаблять тело мужчины. То есть, например, находитесь рядом, вы можете просто поглаживать его руку. Вот просто поглаживать и сидеть рядышком. Потом вот играйте, начинайте включать какую-то, такую игру там, не знаю, приставать, на другую щекотать, начинать пробуждать, то есть его тело, его игры, а может быть где-то наоборот вот играть с ним в какие-то такие более там доминирующие игры, когда вы к нему начинаете вот уже намеренно, да, то есть не просто уже даёте намёки там на то, что я хочу с тобой поиграть, я готова к каким-то играм, а уже вот так вот намеренно вы начинаете доминировать, доминировать, подходите, обнимаете, там целуете, прижимаете, конкретно показываете, чего вы хотите, то есть пробуждаете внутри него вот это желание, вот это вот страсть, вот это, знаете, фантазия в голове, что типа, о, между нами что-то может быть, делаем конкретные действия, потому что если мы будем просто так находиться в отношениях и такие, блин, у нас долго нет секса, блин, у нас долго нет близости, блин, надо что-то делать, и что чаще женщина делает, она приходит и говорит, надо поговорить, у нас есть проблема, вот я смотрю, с такой-то период у нас практически ничего не происходит, надо поговорить, вот это ошибка, потому что желание, оно возбуждается, о нём не говорят, оно возбуждается, это состояние, это инстинкт, это эмоции, это импульс, нельзя прийти к человеку и сказать, надо поговорить, я хочу, чтобы ты радовался, вот я смотрю, наблюдая за собой, за тобой, смотрю, вот проходит уже несколько недель подряд, и ты не радуешься, давай что-то сделаем, чтобы ты радовался, этого невозможно сделать, через разговоры это невозможно, да, можно договориться, проговорить друг другу, какая у нас есть сексуальная потребность, например, у меня сексуальная потребность, только раз в неделю, а у тебя какая сексуальная потребность, сколько для тебя важно, вот это можно об этом поговорить, для того, чтобы договориться и посмотреть, насколько мы схожи, подходим друг другу в половой конституции, Но говорить о том, почему у нас давно нету близости, это ошибка. Нужно думать о том, как эту близость возбуждать, как её пробуждать. А для этого нужно пробудить себя. Но если даже вы пробуждаете себя, и вы уже такая наполненная, уже ходите в фоните, уже смотрите, что у вас уже соседи хотят мимо пройти, не могут по лестничной клетке, а ваш мужчина продолжает находиться в спящем режиме, и даже вы подаёте намёки, вы начинаете уже приставать, и он говорит, ой, давай не сегодня, ой, блин, я так устала, вообще так не до тебя. Тогда уже да, тогда нужно поговорить, причём поговорить очень жёстко и спросить, что происходит. Может быть, действительно у него начались какие-то проблемы со здоровьем, может быть, у человека начались проблемы с потенцией, от стресса или ещё какого-то, и ему стыдно об этом признаться, стыдно об этом сказать. Иногда тоже это нам важно прояснить, и вместе, в паре прийти к тому, чтобы восстанавливать эту функцию, да, то есть это состояние. То есть важно посмотреть тогда в сторону проблемы, может быть, есть какая-то проблема, и с этим нужно поработать. И даже если этот ролик сейчас прослушает мужчина, и придёт к своей женщине, тоже нужно задать вопрос, может быть, есть какая-то проблема, и тогда, да, нужно уже обращать внимание и искать или специалисты идти работать с этим и восстанавливать. Потому что пара, в которой отсутствует сексуальная близость, и когда это два нормальных, здоровых человек, у которых есть потребность сексуальной близости, и если они будут игнорировать этот момент, то сначала они будут друг от друга это ждать, 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 через какое-то время у них появится партнёр на стороне. Вот не доводите до того, до того, говорится, да, чтобы появился в вашей паре третий. Вот не нужно, не нужно до этого доходить, до этой стадии. Важно обращать внимание на эти моменты, как только начинаются какие-то вопросики, и сразу работать над собой, восстанавливать этот момент. Счастливые отношения иногда и залог счастливой сексуальной жизни, наполненной, удовлетворенной сексуальной жизни. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписываться на мой канал, и я жду вашу обратную связь. Задавайте вопросы.